Порос. Ради любви-глории. Попрошу всех, начиная с сегодняшнего дня, работать в полную силу. Как вы знаете, этим предприятием руководили не очень эффективно. Я уже говорил, я рассчитываю на каждого, чтобы спасти общее дело. Благодарю вас за потраченное время и желаю удачного дня. Продолжайте работу. Можно узнать, почему не предупредили, что собираетесь это делать? Я предупредил вашего брата. Вы, наверное, опоздали? Дайте мне сказать, сеньор Тайлор, подобная постановка вопроса невозможна. Подождите. Если вы хотите говорить о делах на предприятии, мы можем поговорить вместе с вашим братом. Зал заседания здесь, сеньоры. Мне хотелось уйти. Забыть, что Солуком принадлежал мне и брату. Хотелось послать Глорию ко всем чертям. За то, что она стала правой рукой типа, который отобрал у нас семейное дело. А еще хотел надавать пощечин себе и брату, потому что в глубине души знал, что виноваты мы сами. Мне так жаль братьев Марин. Вы видели, какие у них печальные лица. Так жаль. Жаль, Марипас. Как вы можете жалеть? Пожинаю то, что посадили, то, что творили весь последний год. Должен был кто-то появиться и спасти предприятие. Да я совершенно с вами согласен, коллега по работе. При Доне Тейлоре, я думаю, все наладится. Дорогой ценой. Он приведет своих людей. Видели, как Глория Вальбуэна вошла через парадный вход? И что такого? Ничего особенного, но сейчас полетят головы. На наши места придут другие. Вы думаете? Конечно. Вспомните, адвокат Даля Павло, что Глория Вальбуэна тоже адвокат. Так что я бы держался за свое место. Не пугайте меня, Борис. Неужели? Да, да, да. Как так? Я принесу. Ангела, надо подготовить бумаги, доклады, которые нужны для собрания. Поторопись, это очень срочно. У меня финансовые доклады. Вы должны были распечатать доклады за весь год. И я? Что значит «я»? Вы ведь вторая помощница. И не говорите, что не будете. Это ваша работа. Мне плевать на вас. Только этого не хватало. Объясняться с какой-то секретаршей. Уважайте. Как ни прискорбно. Но вы тоже секретарша. Хватит дурить. Вы вообще ничего не умеете делать. Мне придется сказать Сильвио, что вы не справляетесь со своими обязанностями. Каролина. Пожалуйста, говорите. Где доклады, которые я велел отпечатать? Сильвио, возвращайся в зал заседаний. Через несколько секунд все будет готово. Увидишь. Послушайте. Девушка! Да, вы. С крашенными волосами. Подойдите ко мне. Что вам надо? Мне кажется, ты исполнительная служащая, работящая, аккуратная. Помоги мне найти доклады, которые нужны Сильвио для собрания. Невероятно. Эта красотка просит меня об одолжении. Вы просите меня? Нет. Ладно, тогда займусь докладами для шефа. Подожди. Постой. Мне нужна самая малость. Мне нужна твоя помощь. Что? Ничего. Я принесла то, что нужно. Надеюсь, это мой стул. Что? Я должна сидеть рядом с Сильвио, чтобы записывать все, что происходит на собрании. Ты не останешься на этом собрании. Я помощница Сильвио. Мне наплевать, кто ты там. Тебе нечего делать здесь. Мне так не кажется. Садись, Каролина. Смотри, Винстон. Это ведро. А это щетка. В этом доме все должны отрабатывать свой хлеб. Я научу тебя тому, что пригодится, когда ты вырастешь. Вы шутите, Дона Магда. Не надо прикладывать усилий. Просто смотри внимательно. В ведро наливается вода. А щеткой ты отмываешь всю грязь, что здесь образовалась. Не беспокойтесь, я это умею. Нет, это ты и так думаешь, что умеешь. Но это не так. Ты должен хорошо вымыть ванну. Когда закончишь, за хорошее поведение я обещаю тебе, что днем мы пойдем в парк и съедим с тобой мороженое. Договорились? Боже, он выглядит, как нормальный мальчик. Это что такое? Почему она держит меня за недоумка? Ну, за еду я готов на все. Теперь я понимаю, почему Борис такой придурок. Преподобная мамаша. Ну, дамы и господа, можем начинать. Прежде всего, хочу сказать, что мне не понравилось, как вы появились здесь вчера. Делайте все по-своему. Мы не получили достойного объяснения. Сильвео, у меня есть полное право находиться здесь. Я вложил в вашу компанию многие миллионы долларов. Если вам не нравится мое присутствие, мне очень жаль. Как мне может нравиться то, что вы отобрали у меня кресло президента? Хотите назначить эту женщину на пост, которому она не готова? Хватит, Сильвео. Это собрание было хуже первого. Мне надоели оскорбления Сильвео Марино. Я готова была ответить ему и прежде всего, Эстебену, что я им не враг. Но то, что произошло на собрании, в дальнейшем только укрепило их в этой мысли. Дон Сильвео, я понимаю ваши чувства. Знаю, как вы относитесь к моему возвращению. Но я хочу, чтобы вы поняли, я буду работать ради Селукома. И все. Если вы дадите мне возможность, я уверена, мы будем работать в команде. И это поможет предприятию. С вами? Очень сомневаюсь, сеньорита. Мне не нравится поведение главного финансиста. Кто он? Вы. Согласно новой схеме организации, как я говорил, с этой минуты вы на этом посту. А Дон Эстебен – новый коммерческий директор. Извините, мистер Тейлор, почему вы не посоветовались с нами перед этим? Нет, как говорят у меня на родине. Несогласные могут уходить. Решайте. На этом предприятии все должны работать в команде. Принимаю молчание за согласие на новые посты. Потом поговорим о величине оплаты и продолжим совещание. Донна Магдалена, я не знал, что у вас есть кролики. Нет, это травка для тебя. Да, сеньора. У вас случайно нет пирожка или колбаски, чтобы заесть вот это? Нет, мы вегетарианцы, и ты должен научиться этому. Я такой голодный. Глория узнает об этих травках. Ты начнешь есть, когда я дам разрешение. Донна Магдалена, а вы не сумасшедшая? Научись себя вести. Если ты еще раз выйдешь из подчинения и ослушаешься, то крепко получишь линейкой. Ясно? Да. Да, сеньора, успокойтесь. А теперь поблагодарим Господа за данную нам пищу. Во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, мы поблагодарили Тебя за данную нам еду. Посылай нам сегодня, завтра и до конца дней наших. Спокойно. Да, сеньора. Я просмотрел все отчеты предприятий, и я весьма беспокоен. Вероятно, из-за увода денег? Увода? Мистер Тейлор, один человек или несколько уже примерно год уводит деньги с предприятия. К сожалению, мы узнали об этом совсем недавно. Происходит утечка капитала. И что вы сделали? Власти уже в курсе. Мы со своей стороны наняли частного детектива. Он готовит для вас доклад. Невероятно. Вы целый год не замечали увода денег? Черт побери. Не сомневаюсь, здесь грядут большие перемены. Вы прикажете присматривать за коммерческим директором? Я начну исправлять очевидные недостатки. Сеньорита Вальбуэна будет следить за этим. Ей может понадобиться ваша помощь в любой момент. Я не буду работать с ней. Сядь. Только хуже делаешь. Единственное, что может спасти фирму – работа в коллективе. Реорганизуем все. Начнем с пространства. Фирма меньше всего в этом нуждается. Я имею в виду не это. Я говорю о распределении кабинетов. Этот может мне подойти. Есть одно но. Это мой кабинет. Ладно, нет проблем. Найдем вам другой. Этот. Это мой кабинет. Отлично. Вы разделите его. Это для Сеньорита Вальбуэна. Сильвио, сделай что-нибудь. Что-то не так, Сеньора Соль? Сеньорита, я уверена, что предприятие нуждается в переменах. Я готова поменять кабинет. Отлично. Ангела, прошу вас. Да, Сеньор. Произведите замены немедленно. Да, Сеньор, с удовольствием. Господа, совещание закончено. Что? До свидания. Я пойду поговорю с ним. Сначала поговори со мной, это важнее. Теперь доходчиво объясни мне, что вы с Тейлором намерены делать с предприятием. И без сказок, что вы пришли спасать его. Я тебе не поверю. Говори, зачем вернулась сюда? Отвечай. Буду работать, спасать Солуком? Думаешь, то, что делает Тейлор, спасет предприятие, Глория? Скажи, что ему надо здесь? Эстебан, я тебе не враг. Я пришла работать. У нас одна с тобой задача. Сильно сомневаюсь. Неужели нельзя поверить мне? Хоть один раз в жизни. Почему я должен верить? Еще два дня назад я видел тебя в гостинице Сабана. Ты работала горничной. Мы разговаривали, помнишь? Ты сказала, что Бог поможет нам удержаться на плаву. И вот, неприятный сюрприз. Тебя назначают исполняющим президентом моей компании. Что я должен думать? Ясно. Все то, что ты мне говорила, было давно просчитано. Просчитано. Ничего подобного. Я работала горничной и подумать не могла, что вернусь на работу в Солуком. Да еще на таких условиях. Не надо мне врать. Не сомневаюсь, ты пришла отомстить. Мне. Другого тебе не надо. Это обвинение обезоружило меня. Я хотела его убедить, что пришла сюда помогать ему. Он был нужен мне. Я хотела дать понять, что я люблю его. Но он оказался глух. То, как он обращался со мной в тот день, чуть не убило мое чувство к нему. Я бы никогда не вышла замуж за человека, который считает меня в руле. Никогда. Эстемен, ты слышишь меня? Ты не слышишь меня, потому что в плохом настроении или потому что не хочешь. Но прошу тебя, выслушай меня. Я ведь пришла не мстить. Поверь мне. Я не верю тебе. Сожалею, но это правда. Ты получаешь от этого выгоду. Выслушай меня. Глория, ты очень ошибаешься, если думаешь, что я буду сидеть, сложа руки, пока вы с Гринго будете делать, что захотите. Это не так. Это неправда. Что неправда? Что? Это неправда. Извините. Нам пора идти, Глория. Мне хотелось убить ее, оскорбить и унизить. Хотелось обнять и сказать, как мне не хватало ее все это время. Чувства так перемешались во мне, что это никак не давало мне мыслить ясно. Я так и остался стоять, глядя, как она уходит с Тейлором. Спрашивая себя, как можно в одно и то же время так любить и ненавидеть одного человека. Проследите, чтобы смена кабинетов произошла немедленно. Мы с сеньоритой Вальбуэна скоро вернемся, немного прогуляемся. Все остается в силе? Да, конечно. Пойдем. И что? Сеньор Тейлор – новый мажоритарный акционер Солукома. Сделай, что он сказал. Мне нравится ваша поддержка. Отлично. О, Господи. Надо сделать, как он сказал, иначе полетят головы. Грядут большие перемены. С нами происходит что-то ужасное. Помолчи. Ты всегда недовольна. Ужасно, что эта дрянь займет мой кабинет. Это только начало. Теперь эта дрянь, как ты сказала, не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Ты права, Каролина. Думаю, она любовница Тейлора. Знаешь, что самое грустное? Что она будет забирать деньги у Эстебана, что ей не удалось в прошлый раз. Не только. Она уничтожит Солуком и всех тех, кто работает здесь. То есть нас. Не могу представить, что эта выскочка так взяла нас всех за горло. Мы с тобой более успешны. Гораздо умнее и тоньше. Мы не должны позволить этой дряни диктовать нам ее условия. Надо что-то делать. И побыстрее. Мы не должны этого допустить. Ты что-то придумала? Глория, Тейлор, хочу воспользоваться моментом и поздравить вас. Мне действительно очень нравятся перемены в Солукоме. Это только начало, синьора. Синьорита, соль, СОЛ, как солнце. Все перемены ведут к лучшему. Не так ли? Глорита, я хочу спросить тебя, когда твоя свадьба с Борисом? Пока не знаем. Спасибо за помощь, соль и понимание. Мне это очень интересно. Это станет большим событием. Вы созданы друг для друга. Мне просто завидно. По-хорошему, конечно же. Спасибо за твой интерес. Ну что, мы и идем, Дон Тейлор? Конечно. Пока. Пока. Бита, Бита. Я хожу. Ходишь? Ты же... Да. I'm sorry. Форхе. Кике. Нет, нет, Дон Борис. Дайте мне объяснить. Мы с Хархита не лезли в ваш компьютер. Клянусь матери, правда. Мы не лезли туда. Правда, Хархита, это не так. Успокойся, я вам верю. Верите? Да, верю. Правда, верите? Серьезно. Да. Я хотел задать вам вопрос. Ничего больше. Вы не в курсе. Никто не заходил ко мне в кабинет. Не лез в компьютер. Вы кого-то видели? У меня в кабинете нет. На самом деле все ушли. Остался только Дон Ильич. Кто? Замолчи. Хотя не разглашается. Здесь никого нет. Ни единого человека. Да. Парни, от меня можете не скрывать. Вспомните, что я тоже расследую это дело. Дон Борис, мы вам расскажем, только не создавать проблем их не должно быть. Но не просто так. Вы меня доконали. Давайте колитесь. Держите. В архиве была крыса. Прозвучала тревога. Потом все закончилось. Наверное, она убежала. Она, наверное, убежала. Да. Конечно, я знал, что случилось. Ильич Россо сунул нос в мой компьютер. Но раз Глория вернулась на предприятие, мне пришлось действовать осторожнее, чтобы никто не догадался, что происходит. Что случилось? Дон Тейлор, меня обеспокоят перемены на предприятии. Они нужны, чтобы идти вперед? Не слишком ли они радикальны? Вы хотите, чтобы я остался без кабинета? Нет, мистер Тейлор. Но вы слишком решительны. Эстебан и Дон Сильвио чувствуют себя плохо. Все слишком резко. Они и все остальные... Не обращайте внимания на разговоры. Мы пришли помочь. Когда-нибудь они поймут это. Хорошо. Куда мы идем? Сюрприз. Посмотрим, смогу ли я развеселить тебя. Входите. Ты хотел поговорить со мной? Да. Хотел поговорить о том, что происходит. Понимаю. Тебе очень, очень плохо. Именно. Никогда не думал, что Глория станет сообщницей Тейлора в уничтожении нашего предприятия. Такова жизнь. Думаешь, между ними что-то есть? Ты считаешь, что Глория и Тейлор? Не знаю. Они все время вместе. С полуслова понимают друг друга. Глория собирается замуж за Бориса. Это не препятствие для таких амбициозных женщин, как Глория. Говори, Соль, ты действительно думаешь, что Тейлор и Глория? Я не собираюсь очернять ее. Ты меня хорошо знаешь. Если ты действительно хочешь знать это, спроси у нее сам. Что? До этого я не опущусь. Не надо было говорить об этом. Но на самом деле очень странно, что человек ни с того ни с сего получает такое назначение. Тебе не кажется? Да. И не только. Это стремление к власти любой ценой может повредить чакры, голову. И, несмотря на добрые намерения, мне бы советовала быть готовым ко всему. Если Борис не совсем идиот, он должен припрятывать пищу. Так. А это что? Что? Что это такое? Только посмотрите, посмотрите. Или они защищаются от крыс? Насколько я понимаю, все заперто. Какая недоверчивая, сеньора. Или она принимает меня за придурка, или боится, что я кухонный налетчик. Старая перешница, надо же. Что они придумали? Они думают, что я совсем идиот? Я ведь могу умереть с голода. Винстон! Росита и Маголита, спасибо, что пришли посидеть с нами. Если бы мы знали, что ты усыновила ребенка, мы бы сразу же пришли познакомиться с ним. Сейчас познакомитесь. Винстон! Я здесь, Донна Магда. Здравствуйте. Здравствуй. Росита и Маголита, мои подруги, они хотят познакомиться с тобой. Очень приятно, сеньоры. Винстон, Альфонсо Вальбуэносу Томарчан. Винстон, принеси нам кофе. Он в кофейнике. И лепешки из духовки. Что? В духовке? Есть лепешки? А что? А нет, нет, ничего. Нечего. С виду он нормальный, но развит на пять лет. Да, мне пришлось учить его мыться, бедный. Но он брат моей будущей невестки. И я просто стараюсь помочь ему. Конечно. Но увидите, увидите. Скоро он в развитии достигнет моего Бориса. Дай-то Бог. Вот, смотрится хорошо. Большое спасибо. Извините. Винстон, никуда не уходи. Посиди, пока мы попьем кофе. Может, у тебя откроется скрытый талант. Например, к вязанию. И научишься. Садись. Садись, дорогой. Ты, наверное, очень способный. Хорошо, спасибо. Давай. Да-да. Вот так-то. Вот дела. Эта Держиморда вязала и вышивала вместе со старухами. Никогда бы не подумал. Я вязал, но не ел, клянусь. Между нами это пошло мне на пользу, потому что в редкие свободные минуты я занимаюсь этим. Но в семье женщина должна лучше меня уметь готовить, подавать, мыть. Сейчас придет невеста и начнется венчание. Время подходит, а ее нет. Нет, мама. Я не собираюсь возвращаться в Лондон. Мой отец живет с Каролиной. Лусия, дорогая, успокойся и послушай. Тебе нечего делать в этом доме. В моем доме. Нет. Это дом Сильвио. Если Сильвио хочет жить там с Каролиной или еще с кем-то, это его дело. Но твое место здесь, дорогая, рядом со мной и твоими братьями. Я с этим не смирюсь. Пусть живут вместе, если хотят, но уважают этот дом. Тоже взрослая, дорогая. Не стоит тратить нервы на то, что того не стоит. Мне все равно, что сейчас происходит с Сильвио. А мне нет. Я не успокоюсь, пока эта женщина не поймет, что она здесь лишняя. Каролина, когда папа сделал меня президентом Силукома, то сказал, что это лучшее наследство. А сейчас я вынужден уступить свое кресло какому-то выскочке. Я совершенно с тобой согласна, потому что этот выскочка, который именует себя Робертом Тейлором, совершенно безобразно обращается с тобой. Он должен, как минимум, уважать тебя, как одного из компаньонов этого предприятия. Компаньон, но миноритарный. И это рвет мне сердце. Со своими 60% он может вертеть нами, как заблагорассудие. Вот этого ты не должен позволять вертеть тобой, как вздумается. Не сомневайся. Я не сдался. Я докажу ему это. Я взволнована. Я горжусь тобой, когда ты так говоришь. У меня столько мыслей, что я теряю всякую ясность. Я обещал Луси поговорить с ней после собрания, но я не уйду отсюда, пока не разберусь с Тейлором. Звонил домой. Все время было занято. По крайней мере, она не уехала. По крайней мере. Пока. Мне нужно убедить тебя, что между нами ничего нет. Что? Мы оба знаем, что долго это не продлится. Жаль, Сильвио, по поводу наших отношений у меня совершенно противоположное мнение. Ошибаешься. Ошибаешься. Для меня все это было ясно с самого начала. Мне хотелось убить негодяя, который переспал со мной и на следующий день сбежал, как ни в чем не бывало. Как будто не знаком со мной, но мне пришлось это проглотить. Тогда у меня совершенно не было денег, и Сильвио был единственным, который хоть как-то помогал мне жить. Так, как я привыкла. В то время мне было неплохо, Сильвио еще хуже. Думаю, поэтому с нами произошло столько плохого. Мы это заслужили. Не стоит отрицать, мы прошли через столько унижений. Единственное, что я точно знаю, я не позволю тебе прекратить наши отношения, только потому, что твоя дочь их не одобряет. Но мне гораздо дороже. Да я не собираюсь спорить с тобой, но ты должен понять, я буду бороться за тебя. Я не придумала то, что было между нами, и это для меня очень важно, очень. Пусть только для меня. Меня это не волнует. Каролина, послушай. Кто вы и почему явились сюда? Мы пришли подготовить кабинет для сеньора Роберта Тейлора. Ничего здесь не трогайте. Сеньор, мы поможем перенести ваши вещи. Я сказал, ничего не трогать. Сеньор, у нас приказ. Я вам даю другой приказ. Вон отсюда! Какая наглость! Я сказал, что не сломлен. Я не уступлю свой кабинет. Я пойду против всех. Сеньор Росо, вы детектив и все знаете. Можете мне объяснить, что произошло у нас утром? Сегодня. Вы намекаете, я говорю о сработавшей сигнализации, которая связана с моим компьютером. Похоже, злоумышленники собирались ограбить меня или что-то в этом роде. Возможно, вы правы, но я сомневаюсь в этом, сеньор Горридо. Сомневаетесь? Злоумышленники, как вы говорите. Что им надо было в вашем компьютере? Вы ведь ничего не прячете, сеньор Горридо? Нет, сеньор Росо, конечно. Я ничего не прячу в моем компьютере. Там хранится архив распоряжений по ссылокому и все. Тогда не стоит искать объяснений тому, что случилось утром. Всего лишь случайность, сеньор Горридо. Меня тошнит при одном воспоминании об этом детективе. Это было безумием. Я не знал, верить или не верить в его глупость, в его идиотизм. Я не знал, что думать, но кто-то точно влезал в мой компьютер. Это сподвигло меня на важные решения. Первое, приложить все усилия, чтобы это не повторилось. Второе, немедленно поговорить с тем, кого я считал моей ахиллесовой пятой. Лоренцо, да. Лоренцо! Надо было предельно быть осторожными. Лоренцо. Да я знаю. Не надо по пустякам портить мне настроение. Последний раз чуть не придушили меня. Что это было? Что вы делали? Не знаю почему, но я чувствую, что этот Ильич Росо подозревает нас. Извините, если я обижу вас, но это утверждение полное паранойя. Извините меня за грубые слова. Извините, конечно. Вы ведете себя как маленький ребенок. Сколько патотики. Почему паранойя? А потому что детектив пребывает в уверенности, что преступник находится вне компании. И что это значит? Что это значит? Что он не подозревает нас. Понимаете? Дон Тейлор, зачем мы сюда пришли? Глория, ездить на такси неприятно и непрактично. Да? Хотите купить машину? Не себя. Предприятию. Жаль, но предприятие сейчас меньше всего нуждается в машине. Если мы собираемся спасать предприятие, нам надо урезать расходы. Покупка машины для нас – это излишняя роскошь. Покупка машины не роскошь, а вложение. Но эти деньги мы можем потратить на другие нужды, более приоритетные. Сейчас важно быстрое передвижение. Найди мне продавца, пусть покажет нам предложение. Добрый день. Как поживаете? Нам нужна экономичная машина. Пожалуйста. Держи, не урони. И лампу тоже. Синерит, как жаль, что приходится выносить вещи, но был приказ. Приказы капитана не обсуждаются матросами. Не беспокойся, я буду следовать политике. Предприятие буду помогать восстанавливать утраченное. Что вы говорите, деньги? А те деньги, которые были уведены, просто и быстро. И кто этот негодяй? Кике, давай воздержимся от комментариев и беспочвенных предположений. Прошу прощения, синерита. Давайте осторожнее с этим, надо очень осторожно. Это безобразие долго не продлится, Глория Вальбуэна. Дон Тейлор, имея в виду наши возможности, это самая подходящая для нас машина. Красивая, дешевая, экономичная. Берет немного бензина. Лучше из тех, что мы можем себе позволить. Поверьте мне. Красивая, но маломощная. Мой велосипед способен обогнать ее. Но нам нужна такая машина. Нет, нам нужна помощнее. Зачем нам мощнее, Дон Тейлор? Если она нужна для Силукома, то, учитывая соотношение цена-качество, это как раз то, что нам нужно. Нет, я хочу более элегантную и красивую. Вот, это прекрасная машина. Вот, посмотрите. Вот о чем я говорил. Элегантная, мощная. Вот это вещь. Настоящая вещь. То, что тебе нужно. Не важно. Дон Тейлор, за такую цену можно купить десяток? Неважно. Тебе нужно именно это. Мне? То есть для президента, но... Ездить будешь сама. Все, что делал Роберт Тейлор, только сбивало меня с толку. Я привыкла ездить на автобусе, в толпе людей, получать удары локтем. Я стояла перед этой машиной, предназначенной для меня. Это казалось мне шуткой, сном. Я чувствовала себя мухой в паутине и пыталась объяснить Тейлору, что нет в этом необходимости. Мне не нужна была эта машина. Но... Как всегда, это было бесполезно. Все хорошо? Да. Все? Да. Жаль, извините. Мне очень жаль вас. Для того, чтобы машина поехала, нужно переключить на первую. Я это и делаю? Ты делаешь наоборот. Я умею водить трактор. Я не могла забыть это, сеньор. Спокойно, спокойно. Давай повторим сначала. Вот. Глория, успокойся, успокойся. Успокойся, дыши глубже. Ну вот, я готова. Тогда приготовились. Старт. Вперед. Старт? Ну, не надо нервничать. Поехали. Вперед. Первая. Зажигание, отлично. Переключи на первую. Да, вы правы. Нажимай на педаль. Нажимай плавно. Плавно. Разгоняйся медленно и езжай вперед. О, Боже, нет, Глория, стой, стой. Извините, сеньор. Вы должны переехать. Таков приказ сеньора Роберта Тейлора. Нет, я работаю, не мешайте мне. Не жаль вас, сеньор. Продолжайте работать. Ничего страшного. Сеньор Марин, мне очень жаль. Мне больно видеть вас таким. Жаль, что поле для гольфа урезали наполовину. Что с вами будет? Чем вы займетесь? Буду истреблять вредителей вроде вас. Малипас, Тейлор вернулся? Нет, сеньор, не вернулся. Ладно. Раз меня выгнали из кабинета, пойду в кафе. Да, сеньор. Доктор, можно с вами? Конечно, извини, но у меня отвратительное настроение. Все думаю, каким образом придушить Роберта Тейлора? Когда придумаете, позовите, я помогу. У меня полно сил. Полно, поверьте. Не сомневаюсь. Знаешь, что я действительно хочу? Что? Вернуть предприятие, помириться с братом, и чтобы все стало как прежде. Мы все хотим этого, дай бог. Когда-нибудь вернете это предприятие. Я не теряю надежды, но с каждым разом все труднее. Тейлор все отобрал у брата и у меня. Теперь у нас один кабинет. Не представляю, что будет дальше. Все это очень тяжело и трудно. Но кабинет это нечто материальное. Главное это ваши служащие. Они всегда за вас. Мы всегда будем уважать вас и вашего брата. Сколько самые преданные. Некоторые уже потянулись в сторону нового кнута. И хорошо. Теперь вы знаете самых преданных вам людей. Не забывайте. В единстве сила. Вы не один. Нас много. Мы вас поддержим. Мне было одиноко. Потому что Глория интересовала меня больше всего. Но она была на стороне Тейлора. Так продолжалось несколько недель. Пока все не рухнуло и не полетело в пропасть. Никто ничего не мог поделать. Ни я, ни Сильвио, ни Глория. Борис Горида и Роберт Тейлор прикончили дело моего отца. Мы все оказались на улице. Редактор субтитров А.Семкин